Кто в силовых структурах самый умный, ловкий и красивый? В Мурманске завершился конкурс для женщин в погонах «Звездные барышни». В финал конкурса «Звездные барышни» попали те, у кого физподготовка лучше. В отборочном туре девушки приседали, отжимались, качали пресс и плавали на скорость. Важность в том, чтобы показать, что наша жизнь состоит не только из работы, но и из таких интересных общественных мероприятий. В службе работают не просто специалисты, приставы, но и девушки, которые обладают некоторыми талантами, обаянием, харизмой, красотой. Я же не про себя, я про всех остальных. Надели парадную форму и шпильки для финального выступления 10 девушек. «Звездную первую леди» в погонах на итоговых состязаниях определили три конкурса. Визитка, разрешите представиться, творческий конкурс и дефиле. Но не в вечерних платьях, а в нарядах, сделанных своими руками без единого шва, из подручных материалов. Мне они запомнились все, потому что мы с ними репетировали и встречались. И, честно говоря, для меня прям сегодня такой камень тяжелый. Потому что мне бы хотелось, чтобы каждая из них стала звездной барышней. Потому что в этом году девчонки необыкновенные. Во-первых, все абсолютно разные, безумно все красивые. При всем при том, что они все матери, жены с детьми. Некоторые будут выходить на сцену с детьми. На минуту женской славы девушки в погонах приехали со всей области. За Озерск, Полярный, Мурманск и Североморск. За время конкурса участницы, признаются, сдружились. Даже где-то помогали друг другу. А насчет нечестной борьбы отвечают с юмором. Каблуки подпиливаем в обязательном порядке, конечно, да. Козни строим. Ну а как без этого? Творческий номер у меня не совсем обычный. Я не буду ни петь, ни танцевать. Это будет искусство, дефиле, жанр дефиле. Очаровательные спасатели, загадочные военные и милые полицейские. Выйти на сцену, по словам девушек, нужно не только ради похвалы родных, близких и коллег. Сложно, конечно, потому что очень мало времени. Из-за того, что специфика работы, конечно, накладывает отпечаток. Но в целом готовы на все сто. Мы хотим сломать этот стереотип, что девушка в органах и военнослужащие – это не мужчина в юбке, как все представляют, а прекрасная барышня. Чуть больше недели и у десяти девушек появилось новое звание. Не служебное, а жизненное. А ровно через год, в канун весенних праздников, судебным приставам, инспекторам и матросам вновь выпадет шанс доказать, кто из них самое очаровательное и привлекательное.